Ее открытие жители Купеленки ждали давно. Застройщик в рамках инвестиционного контракта должен был построить амбулаторию на 100 посещений в смену и обязательства свои выполнил. Новый медицинский пункт, оборудованный по последнему слову техники, открылся здесь, в северном квартале 24, прямо напротив общеобразовательной школы. Здесь представлен широкий спектр услуг, потому что это все-таки мини-поликлиника. Здесь будут располагаться и принимать специалисты, такие как терапевт, педиатр. Здесь есть возможность пройти обследование, УЗИ. Я хочу всех поблагодарить, кто участвовал в этом нашими общими усилиями, наших жителей, администрации, застройщика, руководства Гидновской клинической районной больницы. Вот как раз результатом этой общей работы стал кабинет врачебной практики. После передачи символического ключа от амбулатории и торжественного разрезания ленточки, глава муниципалитета и главный врач ВРКБ лично проверили, все ли готово для приема пациентов. Установили здесь гинекологическое кресто для того, чтобы, я говорю, гинеколог, все-таки жилой комплекс молодой, значит, он подразумевает много молодых жителей, в том числе и женщин, которым будет необходимо вот такое исследование с забором всех анализов необходимых. В просторной амбулатории площадью более 140 квадратных метров нашлось место для кабинета врача общей практики, кабинета УЗИ, смотровой, процедурной и прививочной. Все оборудование готово к работе. Записаться на прием можно уже сейчас. Он рассчитан на работу с 8 утра до 8 вечера. Здесь будут принимать, в основном будут принимать врачи общей практики, которые являются специалистами в разных направлениях. Это и как офтальмолог, и как хирург, и как гинеколог. То есть вот будет такой многопрофильный прием. Также в амбулатории можно будет сдать базовые анализы, сделать УЗИ и плановые прививки. Важное, о чем мы сегодня говорим, о чем мы говорили и с нашим главным врачом, чтобы была возможность сюда направлять еще узких специалистов для того, чтобы они здесь могли проводить обследование и предоставлять медицинские услуги населению, которое проживает в этом микрорайоне. Также медики из амбулатории будут обслуживать жителей Купеленки и на дому, что позволит существенно сократить время ожидания врача. Микрорайон в последнее время сильно разросся. Сейчас здесь проживает около четырех с половиной тысяч жителей. И многим просто некогда или неудобно ехать за медицинской помощью в головную поликлинику. Одна меня, я знаю, соседка, у нее с ногами очень тяжело. Поликлинику она туда уже не дойдет, тяжело. Спустилась что-нибудь, ее подлечили. Рядом тоже пожилая женщина. Молодежь там может не очень будет обращаться, а так вот. То есть здорово очень. Я кушерка по диплому и еще и медсестрой работала в участковой много лет. Поэтому я хочу попытаться устроиться сюда еще и на работу. Ну и конечно сами тоже уже обращаться будем, потому что возраст там где-то, давление измерить. Конечно для всех это хорошо. В скором времени новые медицинские учреждения появятся и в других новых микрорайонах. Уже в 2020 году откроют свои двери поликлиники в Зеленых аллеях и Дрожжино. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ.